Здравствуйте! В этом уроке я покажу, как сшить простые тонкие перчатки, в которых будет комфортно даже летом. Вам не нужно будет каждый раз снимать перчатки, поскольку они подходят и для сенсорных экранов. Самое главное, выбирайте правильную ткань. Это должен быть тонкий эластичный трикотаж. Чтобы перчатки были максимально комфортными, выбирайте трикотаж с натуральным составом. Вам потребуется небольшой отрезок материала шириной примерно 80-100 см и длиной около 30 см. Построим выкройку перчаток. Мы не будем прикладывать ладони, обводить ее. Нам потребуется сделать небольшой чертеж. Для начала замерим обхват кисти. Проведем вертикальную линию и от этой линии отложим половину полученного значения. К этому значению также добавим 2 см. Это припуск на шов и на свободу. Проведем вторую параллельную вертикаль. Получившийся отрезок, у меня это 11,5, разделим на 4 части. Можно разделить на 4 одинаковые, но если крайняя левая часть будет немножко меньше, она будет предназначена для мизинца, то лучше. У меня получились отрезки 2,5, 3, 3 и 3 см. Проведем вертикали от этих точек и сейчас обрисуем пальцы. На пунктирных вертикалях обозначим точки основания пальцев, а также кончики пальцев, отступив примерно 5-7 мм вверх. Мы делаем чертеж уже с припусками на швы и также с каждым пальцем. Обозначаем нижнюю границу, точку основания пальца и верхнюю на 5-7 мм выше уровня пальца. Также обозначим примерно основание большого пальца и его вершину. Плавно приведем линию большого пальца к общей вертикали. Кстати, советую замерить обхват большого пальца. К примеру, у меня это 6 см. Сделайте прибавку примерно 2 см к общему обхвату, то есть 8 см. Ну и поскольку мы рисуем лишь половину перчатки, то 4 см. Большой палец готов, оформим остальные 4 см. Плавно округлой линии оформляем верхние части пальцев и приводим их к пунктирным вертикалям. Более ярко обозначим вертикали между пальцами до нижних границ, до точек основания пальцев. Также перчатку можно заузить к низу, отложив примерно 1-1,5 см с каждой стороны. Заужение со стороны мизинца делаем, отступив примерно длину пальца плюс 2-3 см. На этом чертеж перчатки готов. В эту выкройку уже заложены припуски на швы и они достаточно маленькие, 2-3 мм. Перчатку в длину приложим вдоль кромки, то есть по долевой нити, поперек кромки, то есть по точному направлению материал тянется намного лучше, а значит и перчатка будет лучше растягиваться. Складываем полотно пополам, лицевой стороной вовнутрь. Дополнительные припуски на швы можно не закладывать, просто прикладываем выкройку и тонким наточенным мелком обводим по всем краям. Отгибаем мизинец, очерчиваем линию между двумя пальцами, также обозначаем нижнюю границу. И так с каждым пальцем. Вырежем прямоугольник и то же самое повторим со второй перчаткой. Итак, строчить будем, отступив 2-3 мм от обозначенной мелком линии. Не торопитесь, будьте очень аккуратны, отступайте 2-3 мм по округлым линиям и по прямым, в том числе и вдоль вертикали между пальцами. Кстати, точки основания пальцев снизу вы можете прочертить либо под углом, но лучше точки основания пальцев немного округлить, так посадка будет лучше. Делаем строчку на машинке. Обязательно используйте специальные иглы для трикотажа, стрейч либо суперстрейч. Устанавливайте небольшую длину стежка, это может быть 2,5 мм и даже меньше. Делаем закрепку вначале и строчим, отступая 2-3 мм от намелованной линии. На поворотах советую останавливаться, делать 1-2 стежка, приподнимать лапку, немного поворачивать деталь, снова опускать лапку, 2-3 стежка, 1-2 стежка, снова поднимаем лапку, поворачиваем деталь и так далее. Если придерживаться такого способа в самых округлых частях, то строчка получится плавной и аккуратной. В точках основания пальцев строчку также советую округлить. Перчатка почти готова, остается только срезать лишнее, оставив припуски на швы 2-3 мм. Слишком большие припуски оставлять тоже не нужно, поскольку они будут создавать излишнюю толщину и рельефы по швам. Ну и слишком маленькие припуски также оставлять не нужно, поскольку перчатка быстро разойдется. Аккуратно разрезаем между пальцами, не доходя до нижней границы, также на 2 мм. Перчатка готова. Ее можно носить и в таком виде, не выворачивая, но для более аккуратного вида стоит вывернуть. Нижний срез перчатки также можно застрочить вовнутрь, отогнув один либо два раза. Также при желании вы можете пристрочить резинку на уровне запястья. Перчатка готова, она достаточно плотно прилегает к руке, но при этом не сильно сжимает ее. Ее комфортно носить на протяжении долгого времени. Посадка, разумеется, не идеальная, но мы создали перчатку по простейшей выкройке. И для определенных целей такая перчатка отличный вариант. Желаю вам хорошего дня, берегите себя!